Всем огромный привет! Сегодня мы посмотрим интереснейшую тему о павлиньих перьях. Посмотрим и разберемся по полочкам, кому они полезны, а кому они вредны. Если вы житель Азии, если вам нравится фэн-шуй, то, скорее всего, вы павлиния перо воспринимаете как оберег. Как оберег, как символ защиты, потому что считается, что павлиния перо может защищать от сглаза, своей красотой, яркостью. Ну и может сулить счастье, достаток и роскошь. Если вы обычный человек, далекий от фэн-шоя и от вот этого всего, да, восточного, то наверняка вы слышали такую легенду, что павлин пустил в рай дьявола, да. То есть павлин это что-то красивое, такая птица, которая обаяние имеет, которая нравится. И за счет своей красоты может сделать какие-то нехорошие поступки, да, может усыпить вашу бдительность. Поэтому все еще зависит от того, как вы к этому перу относитесь и какое в целом у вас ментальное отношение к этому аксессуару. Я это называю аксессуаром. У меня лично в коллекции нет павлиньих перьев. Единственное, у меня есть сережки с павлиньими перышками, вот такими маленькими. Я их не покупала, мне их отдали по обмену. Мы с девочкой менялись украшениями, это давно очень было. И они где-то лежат в шкатулочке в Украине. То есть если у вас какие-то маленькие павлиньи перышки, которые лежат в коробке, это не называется, что у вас есть павлиньи перья. Павлиньи перья это большие перья в вазе, которые вы видите каждый день. Это вот павлиньи перья. Итак, я сделала расклад, создала 4 триплета на разные вопросы, которые меня интересуют. Первый триплет звучит так. Влияют ли павлиньи перья любым образом на судьбу человека? Что я здесь вижу? Да, влияет колесо фортуны, старший аркан. Влияет, меняет ход судьбы человека. Не обязательно в плохую сторону, а просто меняет и влияет. За человеком идет некое наблюдение высших сил, да, карты жрица. Наблюдают за человеком. Один момент. Второй момент. По колесу фортуны с картой жрица какие-то вещи могут как будто бы застывать. Вот если вы, у вас сейчас все хорошо, и вы возьмете павлиньи пером, такое ощущение, что эти события могут застыть. У меня по этому триплету создалось ощущение, что этот символ помогает продлевать молодость. Вот как будто бы замораживается все, да, все процессы естественные. И человек не дурнеет, не стареет, не толстеет, ну и так далее. Да, вот как будто бы то, что должно естественным ходом события, стареть, ухудшаться. Оно как будто бы застывает, да. Вот очень интересный этот момент. Ну и карта Мах еще в придачу. То есть я бы сказала так, что влияет на ход событий раз, помогает сохранять молодость два. Вот такие вот вещи. И усиливает еще магические способности, усиливает возможность менять судьбу. Потому что Мах и жрица, два старших аркана, которые за это отвечают, да, за усиление способностей, за усиление ясновидения. Очень даже интересно. Единственное, я бы сказала, что все-таки его нужно держать, видимо, в комнате, где бывает много людей, где активно эти движняк, где люди собираются, да. То есть получается, это не какой-то вот закрытый кабинет, а как мне видится, там, где много людей приходит, там, где работа с клиентурой. Вот я вижу это так, где много-много, большой поток людей идет. И если у вас все хорошо, и вы хотите, чтобы это законсервировалось в таком хорошем состоянии, как у вас, тогда можно использовать павлинье перо. Теперь я спросила, как же не влияет павлинье перо или павлинье перья на... Как же не влияет на человека? Как не влияет? На тему денег не влияет. Никакого повышения достатка с собой не несет. Никаких кошмаров не делает. Как вот говорят, что кошмары снятся, плохо спит. Ну, понятно, что спальня лучше его не держать. Но и уменьшение дохода нет, и повышение дохода нет, да. И каких-то новых предложений по финансовой теме, как будто бы не работают эти павлинье перья. Как ни странно. Дальше смотрим. Также я спросила, как влияет на... Можно ли пользоваться обычным людям? Выпала карта шут, туз пентаклей и семерка жезлов. Что я вижу, мои дорогие? Вот если вы обычный человек, и вам это павлинье перо подарили, да, вот случайно вы его нашли каким-то образом, вот оно вам на шару досталось, вы можете его взять. А если вы его купите сознательно за деньги, то оно будет вам какие-то события жизненные стопорить. Стопорить, закрывать, пробуксовывать и утяжелять вашу жизнь. А если вот само вот ребенок подарил павлинье перо, нашли где-то, по дурости купили, когда не знали, что оно вредит, то тогда это перо будет вам сулить только хорошее. И как влияет, можно ли держать его эзотериком? Карта звезда помогает, как антенна, да, усиливать влияние вселенной, помогает какие-то делать вещи, реализовывать в жизни, которые вообще, вы думали, несовместимы с вашей ситуацией. И также эзотериком помогает получать информацию из мира мертвых, помогает слышать зов духов, зов родственников умерших, друзей умерших, и помогает получать ответы во сне. Вот такой вот сегодня у нас расклад, мои дорогие. Вот такая тема интересная о павлине пере. Если какие-то вопросы я здесь не раскрыла, если соберутся вопросы на вторую часть по этому интересному вопросу, пишите, и я с удовольствием посмотрю. Также вы можете обращаться за индивидуальными консультациями, в Вайбер, Ватсап и Телеграм. На этом все. Напишите, у кого есть павлине перо, какое вы от него заметили воздействие, или, может быть, вообще никакого не было, и чем они вам нравятся. На этом все. Всем хорошего настроения, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, и приходите к нам в Телеграм. Там мы отвечаем, общаемся, разбираем некоторые вопросы, которые я не выкладываю на YouTube. Всем пока!